Ребят, всем привет! Перед тем, как начнется основное видео, которое сейчас будет, у меня для вас маленькое объявление, очень важное. Кто-то из вас уже знает, а кто-то еще нет. У нас появился новый канал, только он находится не в Ютубе, а в Яндекс.Эфире. У нас большая сбор и просьба помочь нам в его развитии, потому что для нас это очень жизненно важно, потому что это для нас дополнительный доход. И это, знаете, страховка такая, если вдруг что-то случится с Ютубом, вы всегда нас и все наши видео сможете найти на Яндекс.Эфире. Полностью дублированный канал, полностью дублированное видео, и вдруг что случится с Ютубом, вы всегда будете знать, где нас найти. Поэтому большая, большая от всей нашей семьи огромная просьба перейти по ссылочке и просто подписаться на наш канал. Вы знаете, как на начальном этапе очень важно, чтобы канал быстро стартанул. И если из вас хотя бы тысяча, две, три, пять тысяч человек перейдет, подпишется, будем очень вам благодарны. Это поможет нашему каналу выйти в Яндекс.Эфире в определенные тренды, в определенные продвижения и так далее. Поэтому, если вы хотите как-то поддержать нашу семью, это и будет суперподдержкой для нас. Переходите по ссылочке. Если у вас нет почты в Яндексе, просто создайте любую почту, которую вы можете пользоваться или нет потом, и вы сможете тогда подписаться на наш канал. Для нас это очень важно. Еще раз повторюсь, поэтому просто поддержите нашу семью. И плюс еще, вы всегда будете знать, если вдруг где-то какие-то сбои будут на Ютубе, всегда наши видео параллельно будут выходить на Яндекс.Эфире. Вы там сможете нас найти. Спасибо вам огромное. Это я вам снимаю, что ребенку для счастья нужно. Разнос и колечки. Все. И он с ними столько игр придумает. Столько. Что ты делаешь? Борь, что ты делаешь? Ты смешнючий. Детство пока позволяет радоваться мелочам. Покажись. Эй. Ку-ку. Ку-ку. А я тебя вижу. Ку-ку. Это у тебя как одеялко. Ты им укрываешься. Да? Да. Нет, не одеялко. Будем, Борисыч, набирать с тобой? Да. Будем набирать морковку сейчас. Кофе. И топинамбур, да? Да. Да. Топинамбур, да. Сейчас будем набирать подполье у нас тут топинамбур. Уже начал расти он. И Саша пришел помогать нам. А тут вот сейчас папа морковку наберет. У нас тут должна быть... Кофе. Морковка должна быть. Где? Где она? Где? О, морковка. Смотри, какая морковка. Большая? Да, височная. Большая. И в мисочку. И сейчас так наберем. Где тут наша морковка? Опа. Это морковка у нас... Морковка. Сейчас у нас уже май. Месяц. Есть, бывает и подгнившая. Вот, допустим, половины нету. А есть и хорошая. Так что... Сохранилась морковка. А сам? Класс. А сам? А, не можешь? Папа сам? Ну, давай. Вот такая большая миска. Пойдем. Морковка. Знакомьтесь. Это наша гусеничка. Покажи, как ты делаешь. Ча-ли-ча. Так, ложишься. Помочь тебе? Да, больно. Помочь? Давай. Это у него игра такая в гусеничку. Так, подожди. Ой, здесь твоя качеля. Да? Да. Оп, сейчас я ее за спину спрячу. Давай. Поворачивайся. Так. Опа. Ку-ку. Ой. Это чьи ножки, гусеничка? Я люблю гусеничка. Кислая. Не, не кислая. Соленая. Соленая соль. И вот это мы вот сыпем сюда. Сыпем. Две ложечки соли. Соленая? Киси. Не, соленая. Соленая. Не кислая, а соленая. Ты папе помогаешь хлеб готовить? Да. Да? Он тебя учит, что такое соль. Да? Папа, пара. Не, это уже... Ты уже собрал, да? Я уже собрал, да. Это уже заплатил. Это уже... Что? Дай ему водичку попить. А то он соль попробовал. Водичку дай ему. Там бутылочка стоит. Водичку. Да? Чуть-чуть попей. Чуть-чуть. Вот так вот. Ну, готовьте с папой. Готовьте. Просто хотела снять эту идиллию. Сидя, что-то там разговаривают. Папа ему что-то рассказывает, дает пробовать. Будешь мешать? А я сейчас буду делать шарлотку. Подготовила уже форму под шарлотку. Это маслом смазанное, посыпано мамой. Да. Чтобы не приставало. Ты папе мешаешь даже? Какой ты молодец. У нас сегодня и свежий хлеб, и вкусная шарлотка. Давай дальше папа будет мешать. Какой умничка. Ты помогаешь на завтрак тарелочки расставить? Да. Какой умничка. Паша ему открывает, а Боря всем расставляет. Маме неси, маме. Где мамы? Давай. Мамы нету тарелочки, смотри. Давай, давай, неси маме. Да. Вот так вот. Да, ставь маме. Спасибо. Еще Аня осталась. Видишь? Аня нужна тарелочка. Боря, надо папе и Ане. Аня. Аня. Помощник и папе. Маме. Вот молодец. А самое главное, он сам взял сначала, а начал маленький тарелочку. Маленький растаял, да. Боря очень любит помогать накрывать на стол, да. Ой, помощники наши. У нас на завтрак пшеничная каша. Там овсяная каша. И омлет сейчас буду делать из яиц и из сметанки. Рассказывай, что у нас получилось? Омлет. Омлет. Что еще? Каша. Каша. Это мой юный помощник. Любит он очень сильно быть. Так, омлет. Дожарился третий. Вот такие у нас омлетики. Вкусные очень. Ну, я, Гаврила, еще его готовлю. А это мой помощник, который помогает выливать омлет, да. Пробовать, приготовил сын или нет. Правильно, сына? Все, омлет готов, можно садиться кушать. И он еще развлекает маму. Чтоб маме было веселее готовить. Что ты там в это самое... Что ты там в названии? Я в восторге. В восторге от того, сейчас вы видите видео, которое Боря потом будет монтировать. Вернее, которое он уже смонтировал, вы уже его видите. А я освоила функцию выкладывать видео с смартфона. Вот, Боня, только что Боря снял. Это так классно, потому что не надо бежать наверх. Не надо сливать. Не надо монтировать. И все без монтажа. Вот все без монтажа. Короче, ребята, если вы еще не... Как это сказать? Не оценили видео, которое на нашем канале без обложки идут. Просмотрите их. Это такой восторг. Мы там такое снимаем просто. И там монтажа нету полностью. Там все без монтажа. Вообще без монтажа. Вот как начинает Боря снимать, например, или я, и так вот заканчиваем. Где-то что-то попадает в кадр, то, чего обычно не попадает. И, то есть, они у меня идут без обложки. Если вы видите видео без надписи, это видео, которое без монтажа. И вот я сейчас просто тут тоже о капсульном гардеробе рассказывала, о Тине Кароле рассказывала, кто знает эту певицу. И все такое. И я просто наслаждаюсь, как легко его можно выгрузить быстро. Более-то, что сняла. И вот сижу это. Ну, а сейчас мы будем тут обзорчики снимать тоже. Игры новые нам пришли. И одежда. Обновочки. Обновочки. Сейчас мы тут шопинг устроим, короче, домашний. Домашнюю примерку одежды, домашнюю моду покажем. Получается, что минусом, плюсом или просто зачеркиванием вы фиксируете. Вы это выполнили, вы это не смогли выполнить, оно у вас было заполнено. Или вы просто это событие отменили, например. Два слова для зрителя. Чем занимаемся? Учимся вести ежедневники. Молодцы. Ну, вернее, я сама научилась на курсах, никогда не любила ежедневники. Всегда писала все вот на таких листочках. Раз, день прошел, листочек сконкало и выбросило. А нас заставили на курсах завести ежедневники. Я первые дни возмущалась, очень возмущалась. А потом я поняла, и сейчас говорю, дети, ведем ежедневники. И я объясняю им, почему. Получается, что когда вы ставите плюсик или сердечко, читание там можешь ставить, вы говорите самому себе, я победитель. И когда вы говорите самому себе, я победитель, во-первых, вы радуетесь, вас может радоваться, и вы, ну как это сказать, вы понимаете, что вы что-то делаете. Что вы не просто лентяи, что вы не просто, знаете, прожигаете жизнь. Вы видите плоды своей работы, это приносит вам удовольствие. Понимаете, да? Это повышается самооценка. И вы видите, что я не зря этот прожил этот день. Прихожу в кухню, слышу... Это что такое? Это типа Боря полез за яблоками. Это брусья. Боря... Нет, это называется упражнение Боря полез за яблоками. Да, типа того. Говорит, а я решила сразу это. Ай, сразу позаниматься. Успела я заснять вот эти кадры, уникальные. Как Боря лазит у нас в семье за яблоками. Яблочки мы в погребе сейчас храним. Кстати, услышала такую штуку... Не, Боречка, помыть надо, грязные. Увидела такую штуку, что яблоки обязательно нужно от других продуктов хранить отдельно, потому что... Да, от всех. Это я смотрела видео одно. Потому что они выделяют какое-то вещество, которое заставляет другие продукты рядом с яблоками портиться намного быстрее. Поэтому мы сейчас их храним отдельно в ящичке. От бананов, от мандарин, от всего. Что-то они выделяют, не помню, что, какую штуку. Короче, можно изучить это в интернете. Ну, вот так. Ты перешла обратно на траву, я так понял. Да, становлюсь травоядной снова. Помните, мы снимали на канале рецепт хвойного напитка? Вот, видите, муж мне дал веточки. Сейчас мы их перебьем. А у меня, видите, мы когда с банок выливаем, когда мед свежий, то есть вот только-только его скачали и все, и он только начинает кристаллизоваться, да, через какое-то время, то его очень легко растопить полностью и выливать. Но ближе уже к весне, уже к новому взятку, мед практически не растает. Он становится жиже. Вот он, вот покажи. Вот, видите, он не растает, даже сверху он стоит в теплом месте у нас, и все равно он не... Ну, то есть он вот такой остается практически. А выбрасывать жалко. То есть, видите, очень много. Здесь хорошая столовая ложка с горкой меда. Здесь и здесь. Поэтому, что мы сделаем? Мама сделает бой на напиток. Два в одном. Не выбрасываем мед и вкусный, полезный напиток с витамином С. Ссылочку оставишь, Боря, на напиток на канале? Да? Оставлю. А есть там? Конечно, есть, да. А, ну, все оставим, конечно. Как делать, сколько нужно брать на трехлитровую банку, что добавлять. В общем, классно. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропрыгало. Не смешает, а забьешь. Какая ты у меня молодец. Класс, тебе нужно под музыку и это. Боря! И в быстром темпе. Да-да-да, типа того. Прыгой на скакалке. Ты тоже хочешь босиком походить? Сейчас. Я уже дошла до 30 раз за один раз. Это хорошо. Знаете, очень классная штука-скакалка. Тоже взяла ее Тина Кароль. Не-не-не, мама, держи ты шарика это. Мы занимались до этого Бубновским. Я только что Бубновским дома позанималась. Короче, Бубновский для здоровья, скакалка для похудения. Очень классно держит в форме организм женщины. Понятно, что я и другие упражнения разные делаю. И для ног, и для живота, и для всего. Но решила побить. Ну, не побить, а дойти до рекорда Тины. Она говорит, каждый день скакалка по полчаса. Представляете, сколько это она распрыгает, если по полчаса скакалка. И, конечно, организм здоровый. Во-первых, это для дыхания, как певица, понятно, ей хорошо. Потому что, когда ты прыгаешь, да, вот это. Это то же самое, что по лестнице подниматься. В плане отдышка, задышка, короче, и так далее. Поэтому трудимся. Вот пока здесь прыгаю. Зимой не знаю где. У нас дома потолки низкие. Папа, вырезай мне потолок из скакалки. Ну, на морозе, не знаю, попрыгаешь при минус 40. Попрыгаешь. Я постепенно, да, буду с осени входить в зиму. Да, да, да. Посмотрим, что из этого будет. И до скольки я дойду. Но вот из-за того, что долго лежала, набрала лишние 6 килограмм. У меня сейчас 60, при моем росте 152 примерно. 150. Это 50 килограмм надо, чтобы было. Да, надо, чтобы 50 килограмм. 10 килограмм мне нужно скинуть. То есть понятно, что если я хочу кушать, я на ночь коктейль ем, а не тяжелую пищу. И то стараюсь за час минимум до сна не ерать, не позже. Да, ну то есть, чтобы час прошло после коктейля. Коктейль быстро усваивается, но все равно, не прямо перед сном. Занятие. Воды сейчас много пью. Литр 800 я выпиваю, потому что для моего роста, для моего веса. И, короче, куча-куча разных дел делаю. Вот вы стали свидетелем, как я прыгаю на скакалки. Боря говорит, дай-ка я попрыгаю. Давай, Боря. Она маленькая для меня. Давай, 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 не надо тут. Молодец. 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 Молодец.